Лучшие в предпринимательстве, дошкольном образовании и благоустройстве дворов в области подвели итоги рейтинга муниципалитетов за первый квартал 2018 года. По результатам работы Серпухов вошел в пятерку лидеров и занял четвертое место из 64. О том, в каких направлениях еще удалось добиться успехов, а какие попали в красную зону, говорили сегодня на очередном оперативном свещании, которое провел глава Серпухова Дмитрий Жариков. Три месяца плодотворной работы и вот он серьезный прорыв. Серпухов вошел в пятерку лучших муниципалитетов Подмосковья. Рейтинг промежуточный, но тем не менее показательный. За первый квартал нового года удалось добиться значительных результатов. Городской округ на первом месте в области по благоустройству дворов, обеспечению учреждениями по работе с молодежью и реализации программы «Светлый город». Если детально по показателям, то большая часть их, в том числе и вновь включенных в перечень рейтинга, находится в зеленой зоне. Назову их создание новых промышленных площадок, цивилизованная торговля, чистое кладбище. При этом нельзя не отметить, что данный показатель значительно улучшил свое значение по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, когда находился в оранжевой зоне. Ряд показателей социальной политики. Это качество школьного образования, население, прошедшее диспансеризацию, организация спортивных соревнований как внутри школы, так и межшкольных соревнований. В этом году к муниципалитетам новые требования. К примеру, власти регионно будут оценивать длительность ожидания в очереди на получение муниципальных услуг, количество новых участковых врачей, наличие долгов в заработной плате. Самое емкое направление, которому уделят внимание – качество жизни. Здесь самые острые вопросы. Здесь 23 показателя, характеризующие процесс реализации ключевых вопросов в сферах ЖКХ, экологии, транспорта и безопасности. Среди новых показателей – ремонт подъезда, нет аварийного жилья, объекты на контроле медстроя, количество обманутых дочек, объекты, по которым нарушены права участников долевого строительства, ликвидация долгостроя. Тем не менее, есть показатели, по которым Серпухов входит в красную зону. Их всего три. Уже сейчас власти города разработали ряд мер по улучшению ситуации. Муниципальные услуги, по которым заявление подано в электронном виде через региональный портал госуслуг. На данный момент показатель попал в красную зону. Здесь в качестве мер планируется увеличение дополнительных рабочих мест на портале, по работе через портал, повышение информированности граждан через СМИ, интернет. К примеру, сегодня, 16 мая, в микрорайонах города объявлен единый день оказания помощи в регистрации, подтверждения учетной записи населения на портале госуслуг и региональном портале. По словам Дмитрия Жарикова, в ближайшее время властям Серпухова предстоит не только удержать лидирующие позиции, но и вытащить из красной зоны отстающие показатели. Посмотрим, как мы будем выглядеть по полугодию. Но уже сегодня очевидно, есть показатели, где мы здорово прибавили, и есть, где нам необходимо усилиться. Сегодня мы этот вопрос вынесли больше для того, чтобы еще раз напомнить, поговорить о тех показателях, над которыми мы должны работать. Ремонт многоквартирных домов в зеленой зоне, но тем не менее требует пристального внимания. До 29 июня все работы на 2017 году должны быть завершены. Сейчас даны 64 объекта в процессе, 28. В домах заменяют кровлю, фасады и внешние коммуникации. График на этот год выстраивают с учетом прошлых ошибок. Инженерные коммуникации планируют привести в порядок до начала топительного сезона. Кровли и фасады до наступления холодов. Мы в еженедельном режиме и выезды проводим на объекты, в том числе и качество контролируем. Уже в еженедельном режиме и с генподрядной организацией встречаемся. Произвели перераспределение объемов работ. Дополнительно также подрядной организацией приняты два подрядчика в работу. То есть работы в настоящий момент ведутся. Тем не менее, к подрядчикам остается много вопросов по качеству в отношении ремонта подъездов. Тема стоит особенно остро. Жители жалуются на то, что работа сделана неаккуратно. Часто подрядчики не убирают за собой мусор. Такая картина на Борисовском шоссе 37. Дмитрий Жариков берет объект под личный контроль. Я прошу контрольный отдел выход туда сегодня и с жителем поговорить. Каким образом у нас приемка выполненных работ производится? Жители участвуют? Да, комиссионно. В первую очередь жители подписывают. Ну вот, пожалуйста, мне с копией акты по принятым работам здесь, с подписью старших по подъезду, подумаем, что эти работы приняты. В завершение совещания также обсудили празднование в честь обретения иконы «Неупиваемая чаша». 18 мая чудотворный образ Божьей Матери вновь пронесут по Серпухову. К крестному ходу присоединятся тысячи верующих и паломников со всей страны. Службы в женском и мужском монастыре начнутся с 8 утра, а само шествие от Высоцкого монастыря двинется уже в 10.30. После окончания крестного хода всех желающих будут ждать во Дворце культуры России на Гала-концерт фестиваля конкурса «Духовные музыки». Редактор субтитров А.Семкин